Но вы можете обойтись одним очень крутым плагином. Вот такой паттерн 808 используется в треке Love Now Cry Later. И как раз на этом инструменте он написал интро для Seeker Mode. Но сейчас я покажу вам очень крутую фишку, которая поможет добавить вам мелодичный вайб. По-моему, именно он использовался в треке Love Now Cry Later. Йоу, всем привет, друзья! Вы наверняка знаете такие крутые треки, как Love Now Cry Later, God's Plane, Seeker Mode, Goosebumps. Так вот, продюсерами или сопродюсерами этих треков были Майк Дин, Раджет Чахает, Кардо и Ян Эксклюзив. И в этом видео я покажу вам, как они пишут свои атмосферные, вайбовые, дарк мелодии. Покажу плагины, которыми они пользуются. Я раскрою вам секрет мелодичности их битов. Покажу, как они пишут свои уникальные драм-партии. Также поговорим о подборе звуков. Поговорим про аранжировку, и я покажу вам, как её можно разнообразить. Ну и по ходу видео будут ещё несколько фишек. Не забывайте подписываться на канал, и погнали к туториалу. Итак, какие плагины используют эти продюсеры для своих мелодий? Если говорить про Майк Дина, то это в большинстве случаев синтезаторы от Артурии. Это набор нереально крутых плагинов, я сам ими пользуюсь, и мне очень нравится. Туда входят такие известные плагины, как Мелотрон, Салина, Юпитер 8, ну и мои любимые Профит и Синклавир. Это далеко не все синтезаторы, но вы можете обойтись одним очень крутым плагином под названием Analog Club. Туда включены большинство крутых пресетов из всех этих предыдущих синтезаторов. И также я могу вам посоветовать Repro 5. Тоже очень крутой синтезатор, аналог Профит. И Repro 5 очень хорошо подходит для атмосферных, загадочных мелодий в стиле Трэвиса Скотта. А если мы говорим про Роджет Чахайт, то он очень любит использовать Контакт, всякие живые библиотеки для него. Я видел, как он использует библиотеку Гибрид Кейс от Native Instruments. И как раз на этом инструменте он написал интро для Сико Моуд. И также для всех этих продюсеров могут писать лупы кубиц, и они тоже используют живые инструменты. Ну а Кардо любит использовать Амнисферу и плагин Silent One. Итак, и давайте начнем прописывать по порядку мелодию. Первый плагин я взял Мелотрон, вот такой вот звук. Такое старое пианино, очень классно звучит. Итак, Роджет Чахайт любит прописывать свои мелодии с прогрессией аккордов. Например, можно наиграть парочку, у нас тональность E minor. Итак, мне нравятся эти три аккорда, и теперь можно накинуть какую-то мелодию сверху. Был один комментарий, что для мелодичности и для хорошей импровизации нужна MIDI-клавиатура. Это, конечно, правда, и я всем советую, если у вас есть возможность, то приобретайте вот наподобие синтезаторы или MIDI-клавиатуры. Для музыканта это как бы необходимая вещь, но можно обойтись и без нее. Например, как вы видите, в FL Studio можно набивать мелодию и на клавиатуре обычной. И также можно прописывать аккорды по скейл-хайлайтингу и сверху просто натыкивать мелодию. Итак, давайте перенесем то, что мы только что наиграли в Pianeroll. Нажимаете сверху Tools. Dump score lock to select pattern last to minus. И то, что вы наиграли на клавиатуре последние 2 минуты, оно сохраняется в том окошке. И теперь мы выделяем часть, которая нам нужна. Нажимаем Ctrl-X, Delete и Ctrl-V. Ctrl-Q это Quantize. Подровнял я ноты и вот что у нас получилось. И в итоге внизу у нас аккорды без терции, то есть вот такие интервалы и мелодия сверху. Я рандомизирую Velocity и верхнюю мелодию вырежу и вставлю в еще один такой же инструмент. Это поможет нам разнообразить аранжировку в дальнейшем. Обратите внимание, как по ритмике стоят эти интервалы, а особенно на последний. Он стоит не вот так, как казалось бы должен, а я его сделал немного раньше. Это добавляет акценты и паттерн уже не такой скучный. Сначала у нас идет такой спуск, а потом подъем такой же. Ну и вот такая прикольная мелодия. Рисунок у нее повторяется, за исключением одной ноты. Для следующего инструмента я взял Electro, вот такой вот Plug. Он нужен для заполнения верхушки, у него будет простой паттерн. Вот и все. Он не создает никакого акцента, просто заполняет. Итак, следующий инструмент это тоже Electro X, вот такой вот пресет. И ей мы будем создавать такой приятный вайб, приятную атмосферу. Итак, мы будем прописывать вот такие маленькие нотки по аккордам. То есть я продублировал ноты по гостченнелу, строю еще один аккорд и добавляю совсем верхнюю ноту для акцента на первый такт. Так, следующий аккорд. Вообще не так важно, какие именно ноты мы ставим, главное, чтобы звучало все хорошо. Опять создаем акцент на третьем такте и дальше я скопирую уже прописанные аккорды. Вот так. И вот подобные паттерны помогут вам создать такой атмосферный мелодичный вайб. Но сейчас я покажу вам очень крутую фишку, которая поможет добавить вам мелодичный вайб, не прописывая такие тяжелые паттерны. Для этого нам понадобится амнисфера. Мы выбираем любой осциллятор и сэмпл. И здесь вы выбираете раздел текстуры. И тут есть очень много классных текстур. И вы можете зажать всего одну ноту, и это будет играть такую же роль, как мы вот прописывали этот тяжелый паттерн. Например, вот такая текстура. Или вот мой любимый. По-моему, именно он использовался в треке Love Now Cry Later. Так, едем дальше. Следующий плагин — Salina. Salina — это лучший синтезатор для скрипок. Только послушайте, как звучит вот этот пресет. Чувствуется звучание старых синтезаторов, и это мне очень нравится. И в этом паттерне мы добавляем терции, то есть ноты, которые задают характер. Салинка — это лучший синтезатор для скрипок. Чтобы патроз звучал поинтереснее, я сделал вот такой небольшой перебор нот. Можно даже вот так сделать. О, да. То есть это звучит намного интереснее и не так скучно, как если бы это были вот такие простые интервалы. И последний инструмент это контакт, скрипки стакката. У них будет вот такой вот интересный паттерн. Звучит странно, но мы сейчас сделаем вот такую лесенку Velocity. Дублируем его. Итак, мелодия у нас готова, и теперь давайте поговорим об ее обработках. На мелатрон я накинул ревер и вот такой эквалайзер. Далее вот на эту электру я накинул эквалайзер, дилей. Если вы прописываете подобные паттерны, вам надо накидывать дилей, потому что без него вам придется все пространство заполнять. А так я мог позволить себе оставлять вот такие паузы, которые дальше заполнят дилей. И зато вайнул, где изменил на 1970, максимум рпм и вот такой варп модул. Плаг из электроэквалайзер, ревер. На солину и контакт я накинул вот такой ревер и эквалайзер. И всю мелодию я группирую на шестом канале, куда накидываю RC20. Звук совсем чуть-чуть состаривается и начинает звучать приятнее. Итак, давайте я сейчас мелодию запишу и уже поговорим о подборе звуков для драмки. Итак, драмка у нас будет похожа на ту, что в треке Love Now Cry Later. И звук я подбирал схожий с ней. Это мощный кик. Стандартный Z808. Такие хэтики. Клэп из трека Gutsplen. Вот такой open head в стиле 808 мафии. И дополнительный снейр. Все эти звуки я брал из своего драмки Та. За исключением клэпа, его я взял из пака Poluboy Shouty. Ну и давайте прописывать драмку. Закинули хай-хэты, клэп, open head. Я выставляю вот такие настройки. Пропишем дополнительный снейр. Опущу на один полутон вниз, потому что он так звучит приятнее. Добавим роллов на хай-хэтах. Для данных тайбитов много роллов не надо. Просто изредка добавляем, чтобы слегка придавали кача. Сейчас пропишем кик, потом 808. Вот такой повторяющийся паттерн кика. Я чуть позже скажу, почему здесь это нужно. 808. То есть вы уже, наверное, понимаете. Кик у нас держит ритм. А 808 бас даже, можно сказать, играет роль инструмента. И не всегда бьет в ритм. Эту ноту я подниму на октаву вверх для разнообразия. То есть вы видите, здесь 808 вообще вне баунса. Если у нас еще кик будет бить как-то разнообразно, то ритм вообще рискует потеряться. Вот такой паттерн 808 используется в треке Love Now Cry Later. Именно с использованием вот этой ноты, которая вне баунса. Но звучит он очень круто. И драмку я никак не обрабатывал. Единственное, что кик с басом сайчейнью, лимитером. Выбирайте канал с киком. И на канал с 808 нажимаете правой кнопкой на эту стрелочку. Сайчейн to this track. И далее уже на канал с басом версии лимитер. Переходите во вкладку комп, сайчейн, кик. И подобным образом настраиваете. Итак, давайте поговорим про аранжировку. Вот так выглядит структура бита. Сначала у меня идет вступление. Далее вот такой предприпев. Или может быть даже маленький куплет. Потом припев. Вот такой вот бридж. И все повторяется. И вот такое аутро. Итак, как же разнообразить аранжировку? Во-первых, нам помогает ее разнообразить то, что у нас много инструментов. И мы можем их по-разному складывать на плейлисте. Ну, а второе, что вам может помочь ее разнообразить, это менять паттерны, которые вы уже прописали. Например, вот такой паттерн. Я дублировал, сделал уникальным. И поднял на октаву вверх. Ну и также разнообразие создается за счет того, что я разделил один и тот же инструмент. Сделал отдельно подложку из интервалов и мелодию. Ну и также можно экспериментировать с дрампой. Как вы видите, я здесь сделал вот такие паузы. Где-то убирал кик, опенхед и дополнительные снейры. Делал бридж. То есть вот такие разнообразные аранжировки намного приятнее слушателю. Я надеюсь, вам этот ролик понравился. Не забывайте подписываться на канал. Также загляните в мою группу ВКонтакте. Там вы можете найти мои драмкиты. А также для артистов там есть мои биты, которые у меня можно приобрести. Кстати, недавно там вышел новый битпак. Как по мне, он получился нереально крутым. Обязательно зацените. Ну и все, друзья. Сейчас вы услышите итоговый бит. А я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok